Сегодня в Мариуполе похоронили одного из погибших во время штурма в воинской части 3057. Как утверждают очевидцы, штурм спровоцировали неизвестные. Среди пострадавших и задержанных оказались и случайные прохожие. Наш корреспондент Андрей Цыплиенко из Мариуполя. Она не могла поверить, что возле ее дома стреляют на поражение, иначе ни за что бы не отпустила своего сына. Сергей Чернухин ушел от матери домой, а попал за решетку. На месте столкновения, говорит Людмила, ее сын оказался случайно. Он спрятался за дерево для того, чтобы не пуля случайная, потому что стреляли в ассистов. А его тут же схватили. Он только зашел за дерево и его захватили. Предъявили обвинение по статье 294. Это организация массовых мероприя беспорядков. По данной статье им часть вторую меняют. Предусмотрено наказание от 8 до 15 лет. Лишение свободы. Стихийный митинг, закончившийся стрельбой, как нам сказали местные жители в сторону военной части, двинулся от здания горсовета. Его сейчас контролирует так называемая Донецкая Народная Республика. Перед Мариупольским горсоветом три ряда баррикад. Но эти шины имеют скорее символический смысл, чем фортификационное назначение. Над зданием флаги Советского Союза, Российской Федерации, Донецкой Республики, государственного флага Украины не видно. Несмотря на анонимное сообщение о том, что здание, возможно, заминировано, здесь довольно спокойная атмосфера. Вот на детской площадке родители гуляют вместе со своими детьми. Пока мы снимали баррикады, выяснилось, телефонный террорист заминировал и соседние здания. В милиции в таких случаях обычно говорят – ложный вызов. А кто-то может комментарии дать? Мы пришли сюда, чтобы встретиться с человеком, который, по его словам, курирует силовой блок. Он участвовал в марше на базу гвардейцев. Лицо предпочитает скрывать. Мы хотели выяснить ответ на вопрос – кто первый открыл огонь? У митингующих оружия не было. У митингующих максимум – это палки для самооборота и у нескольких человек. Коктейли Молотова тоже изначально не было. Коктейли Молотова были привезены после того, как положили много людей. У гвардейцев своя версия. Они открыли ответный огонь. Их атаковали чужаки, не местные. Они первые начали. Мы не стреляли первые. Мы стрессированы пока стреляли, только осветили территорию и все. Акцент другой. Это что-то Казахстан, что-то это типа. Ну, что это национальность другая. Людмила Чернухина уверена, что военных стрелять на поражение спровоцировали. Стояла милицейская машина. Ребята были, молодые ребята, стройненькие, подтянутые. Были сбитыми. Они подошли. А, наши сбьют. И вот эти ребята сбитыми стали бить милицейскую машину. И разбежались. Многие мариупольцы надеются, что конфликт наконец идет на убыль. Люди, объявившие себя Донецкой республикой, согласились убрать баррикады и допустить сотрудников горсовета на рабочие места. Пусть приходят люди сюда на работу. Мы сейчас уже начнем разбирать баррикады. В помещении все убирать. Будем, ну, по крайней мере, да, с помещения все убирать. Впрочем, речь идет только о демонтаже укреплений внутри здания. Тройное кольцо баррикад остается стоять. Андрей Цепельенко, Андрей Костюк. Мариуполь. Подробности. Телеканал Интер.